Павел Петрович Первопроходцев Вы можете ответить на любой вопрос по удивительной, потрясающей, волшебной науке географии Задавать вопросы следует по адресу Москва, улица Марксиская, дом 34, корпус 7 Или на сайте телеканала Радость моя Ну что ж, давайте приступим Так, 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 что тут у нас интересненького? А, Б, В, Г, Д, А, вот! К. Компас Лиза Сумарокова из Выборга пишет Дорогой профессор, у моего папы хранится компас в красивой коробочке Папа говорит, что он старинный и очень им дорожит Вы, случайно, не знаете, когда изобрели компас? Может быть, папин компас один из первых? Ай-яй-яй, Лиза, голубчик мой, с прискорбием, глубочайшим прискорбием вынужден тебя разочаровать Этот прибор изобрели очень-очень давно в Китае, в третьем веке до нашей эры Поэтому компас твоего папы, ну никак не может быть первым в мире Но это ни в коей мере не мешает ему выполнять свою задачу Помогать ориентироваться на местности К слову сказать, первые компасы были чрезвычайно неудобны в эксплуатации А почему? Да потому что состояли из двух частей Чтобы повторить древний китайский компас, он назывался Сыннань Ведущий югом Нам с вами понадобится изрядная доля воображения Итак, в давние времена компас состоял из двух частей Первая – это тщательно отполированная медная тарелка Вот, вот это, вот это, пожалуй, подойдет Второй частью компаса была ложка Совсем как эта Но выполненная из магнетита Магнитного железняка Устанавливаем ложку на поднос Так, чтобы черенок остался чуть-чуть на весу Установили И теперь вращаем Опля! Остановилась Если бы она была сделана из магнетита То сейчас бы указывала черенком на юг Или почти на юг Увы, древний китайский компас был весьма-весьма неточным прибором Да и таскать с собой лишний груз, тарелку, с ложкой Не каждый турист согласился бы Потребовалось более тысячи лет, чтобы усовершенствовать компас Но чтобы узнать, как это произошло Нам нужно слегка замаскироваться В этой шапке, я думаю, подойдет Голубчики, внимание Мы отправляемся в Китай Одиннадцатого века Михаил Здравствуйте, господин Гуа Не слышит Это и понятно, занят человек Какой человек Умница Настоящий гений Тысячу лет люди не могли придумать новую модель компаса А Шингуа изобрел целых три Он отпредложил подвешивать намагниченную иглу на шелковой нити Хорошая идея Но висящий компас был точным только в безветренную погоду Впрочем, не беда Хитроумный автор придумал скреплять под углом в девяносто градусов Намагниченную стрелку с тонкой камышинкой Вся эта конструкция осторожно укладывалась на поверхность воды в обычную чашку И получался компас плавающий Ну и, наконец, третья модель, которая стала прообразом известного нам современного компаса Шингуа предложил свободно закреплять магнитную стрелку на игле Проводя опыты, он отметил, что стрелка компаса указывает на юг не точно, а с небольшим отклонением на восток Шингуа правильно объяснил отклонение тем, что магнитные и географические полюса Земли не совпадают Европейцы же додумались до этого на четыре столетия позже Зато именно европейцы поместили иглу с магнитной стрелки в середину бумажного круга Картушки Случилось это в 14 веке Затем итальянец Флавио Джулио догадался разделить картушку на 16 частей румбов По четыре на каждую часть света И вот это стало настоящим прорывом мореплавания Позже круг разделили на 32 румба Но вовведение позволило точнее прокладывать курс кораблей Ну, дорогая Лиза, теперь ты знаешь, когда изобрели компас Ой, как много людей принимало в этом участие Ну что ж, а я перехожу к следующему вопросу Вот Валя Корейкин из Реутова прислал очень интересное письмо Он пишет Нам в школе говорили, что со временем горы и вулканы разваливаются В результате эрозии или подвижек земной коры Уважаемый Павел Петрович, бывает совсем развалившийся вулкан? Конечно, Валя, один такой вулкан находится... Находится... Вот Вот здесь Вот здесь На полуострове Камчатка Я о нем с удовольствием Расскажу Итак, в давние-придавние времена Стоял вулкан Поднимавшийся ввысь на три километра После двухсот тысяч лет извержений он разрушился Земля под ним просела и образовалась Кальдера Усо Кальдера переводится с испанского языка как котел Высота ее достигает 400 метров, а диаметр 10 километров Над западной стороной нависает пик бараний Вот и все, что осталось от прежнего облика вулкана И тем не менее Узон остается вулканом Он не действует, но и не потух Глубоко под землей бродят горячие вулканические газы Благодаря им образовалось около сотни термальных источников В воде которых перемешана чуть ли не вся таблица Менделеева Эти источники питают многочисленные озера Самое интересное из которых хлоридное Вода в нем из хлорида натрия имеет беловато-серый цвет Вот еще одно чудо у зоны грязевые вулканчики Они действуют почти как настоящие и дымят и извергаются горячей глиной Но работают исключительно после дождя Тогда глина становится жидкой В сухую и жаркую погоду вулканчики спят Словом, куда ни посмотри Все радует глаз и вызывает восхищение Удивительный памятник природы Кальдера Узон находится под охраной ЮНЕСКО Ну, как, уважаемый Валя? Тебе все понятно про развалившиеся вулканы? Чрезвычайно рад, голубчики В таком случае перехожу к следующему письму Ой, какой философский вопрос Вот Таня Авдеева из Ульяновска пишет Дорогой профессор, моя бабушка говорит, что вся земля хорошая, живая А я бы хотел уточнить, бывает ли плохая земля? Заранее спасибо Ну, что ж, Танюша, твоя бабушка совершенно права Объективно, плохой земли нет Есть плохая земля с точки зрения человека Земля, которую невозможно возделывать Даже существует особый термин Badland С английского языка он переводится как плохая, бесплодная земля Но если землю нельзя обрабатывать, то ей можно любоваться Не веришь? Вот посмотрим Вот, Соединенные Штаты Америки Вот здесь находится Южная Дахота Это то, что нам нужно Здесь находится один из прекраснейших национальных парков Который так и называется Badlands Плохие земли Парк занимает около 100 тысяч гектаров И располагается между реками Уайт и Шайен Кстати, в этом году исполняется 30 лет со дня его учреждения Badlands – один из типичных участков предгорье Кордильер Здесь находятся долчи рыхлых пород Которые веками размывали ливни и разрушал ветер В результате образовалась запутанная сеть оврагов и узких скал гребней Глубина оврагов достигает 100-130 метров В глубине глины спрятаны угольные пласты Которые медленно тлеют в течение столетий В результате окружающая их глина подвергается обжигу словно в опече у гончара Это не рукотворная керамика Как броней покрывает вершины холмов И причудливые скульптуры, созданные эрозией А некогда здесь росли доисторические леса На пастбищах разгуливали мамонты Об этом свидетельствуют кости ископаемых животных Первые окаменелости были найдены в середине 19 века В Бедленд сразу же хлынули охотники за легкой наживой И начались бездумные раскопки Именно для того, чтобы спасти эти территории от варварского уничтожения Бедленд был объявлен национальным парком И ныне находится под охраной Потрясающий Бедленд Южной Дакоты Не просто удивительно красивый край Он один из последних осколков дикой природы Что ж, сегодня мы многое узнали Во-первых, мы выяснили, кто изобрел компас Посетили развалины древнего вулкана Кальдеруусо И побывали в Соединенных Штатах Америки В национальном парке Бедлендс Ой, ну сколько нас ждет впереди Если ты хочешь задать свой вопрос, то пришли его по адресу Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» профессору Первопроходцеву Я обязательно отвечу в эфире До скорой встречи Я прошу вас Смотрите вокруг И удивляйтесь разнообразию И красоте Божьего мира Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова